Александр Данилин 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 Это обычная человеческая глупость, потому что когда-то в 70-х годах, когда был незаметный для нашего, назревал незаметный для среднестатистического жителя СССР экономический кризис, а психиатрия в лице, в первую очередь, Андрея Владимировича Снежневского получила социальный заказ на производство большого числа инвалидов, потому что гораздо выгоднее тогда было платить пенсию по инвалидности, чем зарплату. Это же вот раньше, когда был социальный заказ на производство инвалидов, это было понятно, но сейчас же у государства заказ прямо противоположный, оно же хочет как можно больше работоспособных, оно же хочет пенсионный возраст продлять, ну так, в перспективе, но продлить. То есть, на самом деле, то, что происходит сейчас в психиатрии, это активная антигосударственная политика, это попытка создать как можно больше инвалидов. И конференции для этого проводятся, на которых все наоборот, все кричат, ах, как много у нас психически больных по улицам ходят, а никто лечиться не хочет. И опять, гауссово кривая, у нас много больных, которые ходят по улицам, только у нас гораздо больше людей, которых мы не воспитывали, ничему не учили, которые элементарных психологических навыков не имеют, которые общаться боятся и не хотят. Они ходят по улицам, и они вовсе не психически больные, как бы сказали психиатры, они педагогически запущенные, понимаете, какая история. А так, вот понимаете, вот это все порождает простой выход. Если мальчик себя неправильно и ведет в 14-15 лет, то, конечно, его надо сдать психиатрам. Только надо 10 раз подумать, 10 раз с психологами посоветоваться или с психотерапевтами, потому что, может быть, они что-то совсем другое скажут. Но я все время пытаюсь объяснить, что вот на самом деле все это решается очень просто и все должно быть построено наоборот. В некотором смысле вот на приеме должен сидеть не психиатр, но первичный. Как в итоге так пошла Италия этим путем в своих реформах. Вот как бы это очень простой, конечно, все сложнее по организации. Но на самом деле, по сути, должен принимать психолог, который не имеет права выписывать никаких таблеток. Или психотерапевт, не имеющий права выписывать никаких таблеток. Который должен сказать, я попробую помочь этому человеку без всяких таблеток. Отправив его в какой-то фонд, в какую-то реабилитационную организацию, пройти какую-то групповую терапию. В общем, очень много разных способов существует. А вот если этого не получилось, тогда я человека передаю психофармакологу. То есть, собственно, психиатру в нашем понимании. Понимаете, да, какая штука? Это небольшое изменение подхода меняет всю психиатрическую систему. Вот прежде чем бросаться с электросудорожным шоком, с галлоперидолом или с чем-нибудь еще, давайте попробуем человеку психологически помочь. Ну, бывает так, что не получается. Тогда надо действовать как-то по-другому. И я просто хочу, рассказываю я об этом, для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что все это было социальным заказом. Вот многие очень люди там в отзывах пишут, ну, как-то вы слишком пугаете этой выставкой, уважаемые господа. Ну, все-таки есть научная психиатрия, хорошая психиатрия. Ну, так вот, вы, наверное, очень удивитесь, если я скажу нету. Ну, нету, нету никакой научной психиатрии. Все науки, связанные со словом психа, для меня всегда были и есть, и слава тебе, Господи, остаются искусством. Когда искусство превращается в науку, то вы видите то, что вы видите здесь на выставке. Буквально, не в переносном смысле, а буквально. Это великое счастье нашей психиатрии, что так никогда люди и не увидят снимков таких из отечественных заведений, даже современных. Потому что снимать там строго-настрого запрещено, в том числе и сотрудников. Вот, поэтому, ну, так всегда же было, чем более закрытой является наука, почему, я объясню, почему это никогда не могло быть наукой, никогда не являлась наукой, никогда наукой не будет. По той простой причине, что это всего лишь манипулирование абстрактными понятиями. Так как никто не знает на самом деле, и поверьте мне, к величайшему счастью, никто не знает, как устроен мозг и как он работает. Я сам являюсь сторонником такой голографической гипотезы Бома-Прибрама. Исходя из этой гипотезы, мозг является, скажем, всего лишь держателем, такой треногой, как у фотоаппарата, для поддержания памяти, которая находится вовсе не в мозге. Ну, в общем, я тоже долго могу на эту тему рассуждать, а рассказываю я об этом, потому что это является на самом деле проработанной гипотезой. Книги Карла Прибрама с 80-х годов издавались на русском языке, и он был как раз нейрофизиологом, а не психиатром. Поэтому, на самом деле, то, что мы знаем о работе мозга, представляет из себя лес гипотез, основанных на гипотезах. Конечно, в Советском Союзе победила в свое время простейшая схема, история про работу мозга. Это история о том, что мозг является железой, которая выдавливает какие-то эмоции, мысли и так далее, и тому подобное. То есть, как железа внутренней секреции производит гормоны, так мозг производит мысли и чувства. На самом деле, этой гипотезе скоро исполнится 200 лет, и с тех времен она в действительности не нашла своего подтверждения. А наши мысли о мозге являются просто нашей религиозной верой. Как и вообще, мы чрезвычайно религиозно относимся к понятию наука. Мало кто знает, что это такое, чем она отличается от ненауки, какие критерии должна в себе нести. И мало кто знает, что такое, например, генетика, то все свято верят в слова «у него плохая наследственность», потому что это звучит научно. Хотя в большинстве случаев эти слова оказываются полной чушью. А почему это очень хорошо, и почему я счастлив, что мы так мало знаем о мозге? Ну, потому что вот если вы оглядитесь внимательно на эти стенды, то вы поймете, что если бы мы знали о мозге больше, то представляете, что бы с нами сделал Иосиф Иссарионович? Таких молодых, счастливых, красивых лиц просто среди нас бы не было, я думаю. Я уж не говорю о фюрере и о тех экспериментах, которые он проводил в концлагерях. Представляете себе, если бы эти эксперименты привели к какому-нибудь объективному знанию? Так вот, есть беда, огромная беда, и эта беда – человеческая свобода. Никакая власть в мире никогда не была счастлива тем, что человек свободен. И поэтому любая власть пыталась найти способы манипулирования человеческим сознанием так, достигая того, чтобы, ну, давайте так мягко говорить, чтобы людей можно было упорядочить. И вот психиатрия на самом деле всегда была средством упорядочивания людей. Почему? Ну, в общем, по одной очень простой причине. Потому что, ну, вот, единым психозом Андрей Владимирович Снежневский, вернусь я к началу своих размышлений, объявил шизофренией. А никто не знает, что такое шизофрения. Точно так же, как никто не знает, как работает мозг. Потому что шизофрения, по определению автора понятия Евгения Блёвера, это некое неизвестное состояние мозга, которое мы можем определить только с помощью внешних проявлений. И на самом деле, как для каждого человека понятие «любовь» несет в себе что-то свое, точно так же любой психиатр может определять понятие шизофрения в рамках тех бесчисленных описаний, которые были даны этому понятию с 20-х годов прошлого века. Я, конечно, немножко утрирую. Некоторые считают психиатрию точек точной наукой именно потому, что она дает точное определение так называемой глоссарии разных состояний человеческой души. Но на самом деле это неправда, потому что с тех времен, 70-х годов прошлого века, все глоссарии разрушились, канули в лету, было придумано множество новых состояний и болезней. И самое главное, от чего психиатрия, конечно, не окажется никогда, и почему она не является наукой, по той простой причине, что вся диагностика в ней субъективна. Никаких секретов здесь нет, и криминала никакого нет. Для того, чтобы поставить вам диагноз, не нужны никакие обследования, никакие данные анализов. Это взгляд врача на вас. Как бы все зависит от того, как я скашу глаза. На самом деле карательная так называемая психиатрия была возможна только поэтому. Потому что я беру некоторое вполне абстрактное описание вашего поведения, и я должен написать в одиночку ваш психический статус. Если, конечно, вы добровольно обратились за лечением, но если вас госпитализировали недобровольно, то тогда мой психический статус должны подписать два других специалиста. Ну, они подпишут, они занятые люди, понимаете, им не до того, чтобы со мной участвовать в вопросе больного. Ну вот, и чего я, собственно, пытаюсь рассказать? Я пытаюсь рассказать, что психический статус – это как поэма. Это состояние, это я должен описать состояние человека, сидящего напротив меня, в художественном виде, не используя терминов. Ну, как бы я должен написать – молчит, глаза бегают, язык высунут, лицо амимично, как бы… Вообще, на самом деле, я могу пользоваться любыми способами описания. Ну вот, на основании этого описания ставится диагноз. Вы не поверите, но это так. И я думаю, что наука – это ни в коем случае назвать невозможно. Это, конечно, технология власти. Ну вот, я очень люблю вспоминать о том, что у Честертона Гильберта Кейта, английского писателя-анархиста, горячо и страстно любимого мною, есть роман «Меч и крест», по-моему, да? Я что-то все время… «Меч и крест», и в этом романе, на самом деле, описывается, как сатана приходит к власти. И об этом выставка-то, на самом деле. Вот, и в действительности все очень просто оказывается, потому что он участвует в выборах парламента, английский, и там выходит с предложением образовать психиатрическую полицию. Психиатрическая полиция – это люди, которые наделены правом определять на улицах, кто нормален, а кто ненормален. И ненормальных немедленно госпитализировать. А дальше, ну, к ним применяются все те же самые принципы решения дееспособности и всего остального. Ну, естественно, чуть ли не первыми ненормальными, которые организованная психиатрическая полиция задерживает на улицах, оказываются дети представителя парламента, по-моему, не королевской семьи, но премьер-министра. И все. И это вполне достаточно для того, чтобы он пришел к власти. И это действительно так. Я все время пытаюсь объяснить, что у нас победила глупость, потому что... Ну, была попытка, которую нам с трудом большим, нескольким людям, вроде, удалось там, в общем, как-то отбить. Ну, скажем, вот, тестирование на наркотики – это идиотизм. А идиотизм он потому, что нет объективных методов тестирования на наркотики. Точнее говоря, они есть в виде газовой хроматографии, но проблема в том, что газовую хроматографию в школу не принесешь. Остается опытный глаз психиатра или нарколога. Не напоминает вам этот роман ничем? Как бы так просто все. Ну, в действительности, честное слово, об этом совершенно речь не идет, потому что, ну, понимаете, для того, чтобы была психиатрическая власть, так как это было на самом деле, ведь именно, собственно говоря, психиатры были одними из главных создателей вообще идеологии фашизма. И это надо четко понимать. Все началось с книг психиатров, которые требовали удалить из общества ненормальных дегенератов, которые создают нездоровое поколение. С этого началось все в десятых и двадцатых годах. А потом объявился фюрер, который вознес все это на щит. Так вот, я хочу сказать, что у нас на самом деле таких попыток не делается. Потому что, вот, нормальность и ненормальность позволяют определять некоторую идеологию. С точки зрения советской психиатрии, диссиденты, правда, были ненормальны. Они этого не придумали. Потому что они, как бы, живут так же, как мы. Ну, какой нормальный человек попрет против действующей идеологии? Понимаете, о чем я говорю? Это дезадаптация. Сейчас ценности и цели совершенно другие. Все гораздо проще и глупее. Сейчас идет борьба за остатки бюджета. И дело упирается всего-навсего в деньги. На самом деле, к сегодняшнему дню, опять же, де-факто, вам в истории болезни или в амбулаторной карточке могут написать что-то другое, остался один диагноз. И в разных формах и видах, конечно. И буквально 10-15 названий препаратов, которые при разных стадиях этого диагноза используются. Ну, представляете, какая простая работа у врача. Вот вы берете один диагноз и двигаете вдоль него планку из 15 препаратов. В лучшем случае 15, потому что на самом деле огромное количество всяких разных патентованных названий одного и того же. Все зависит от того, что закупается. Нельзя говорить, что одни жулики. Есть вещи гораздо более страшные. На самом деле, Гитлер не жулик. Это куда более страшный феномен, конечно. Понимаете, какая штука? Ну, для простоты, может быть, можно. И жулики, конечно, были. Ну, как сказать? Ну, вот выпустил скиннер чертика из бутылки. Вы себе представляете, какое количество людей этим торговало? Я с удивлением узнал лет 10 тому назад. Мой однокурсник давным-давно эмигрировал в Штаты. И он мне вдруг позвонил. А тогда, по-моему, что-то или в одноклассниках написал. Вдруг. И я спрашиваю, чем занимаешься? А он кардиолог, хороший кардиолог. Как бы, он говорит, ой, ты знаешь, тут такой бизнес славный появился. Я занимаюсь электросудорожной терапией. Я говорю, во дела, в психиатрии. Он говорит, нет. У нас в Филадельфии в моду вошло. Есть амбулаторные центры. Это называется перезагрузиться. Люди приходят, одевают на голову электроды. Вызывают у себя искусственный эпилептический припадок. Их там потом приводят в себя. Они там что-то около суток лежат. И уходят. Перезагрузка. Это подражание компьютеру. Но это некоторое время было в моде. Не знаю, как сейчас. Представляете себе, какая история? Как бы это, поэтому все, что связано с психиатрией, диагнозами, это моды такие. Даже с терапией. В моду входит то один препарат, то другой препарат. Но почему я говорю, что сейчас глупость достигла какого-то своего предела? Потому что на самом деле ужасно то, что всего-навсего нужно заполнить койки. Потому что бюджет стационаров дает деньги в службу психиатрическую, соответственно. Поэтому я просто потрясен происходящим. Представляете себе, сегодня в ПНД врачи с первой встречи, вот с вами доктор поговорил, 10 минут. И говорит, все, у вас хроническое заболевание. Вот вам таблетки, и вам нужно будет их пить до конца жизни. Точка. И немедленно отправляет в стационар. И это заявление может свести вас с ума. Ну, потому что, я не знаю. Ну, видите, там, в силу каких-то разных причин, сейчас я этого не делаю. Но у меня есть привычка всю жизнь крутить ручку бешено, с бешеной скоростью. Просто крутить. Я так читаю, там, так внимания сосредотачиваю. Вот, ничего такого, видите, я сижу, не кручу. Болезненного в этом нет. Но если бы я не был доктор, и пришел бы к психиатру, и спросил его, вот я ручку кручу, ты не подскажешь, что это такое, и как от этого избавиться. А он мне в ответ говорит, это шизофрения, и тебе надо до конца года, до конца жизни попить таблеточки. Если я человек наивный, скажем, инженер, доктор, которого я уважаю, наука, в которую я верю, говорит мне такие слова, знаете, что произойдет? Я начну бояться ручек. Произойдет отчуждение. Я какую-то часть себя начну воспринимать как болезненную. И это могут быть очень разные части себя. Там творческие идеи, эмоции всевозможные, иногда избыточные. Почти любую привычку можно объявить навязчивостью. Как только я получаю диагноз, я некоторую часть своих мыслей, своего воображения начинаю отчуждать. Она становится у меня внутри, она начинает относиться к болезни. Я начинаю бояться самого себя. Прихожу опять к психиатру, а мне говорят, вот видишь, вот видишь, у тебя все ухудшается и ухудшается. Давай мы с тобой в два раза увеличим дозу. Самое страшное, что когда это происходит с детьми, я считаю, что вообще нет места хуже, чем детские психиатрические больницы, потому что, вот чтобы вы понимали, можно много говорить об аутизме. Но фактически у нас и этого диагноза не осталось. Потому что вам скажет доктор, ну, конечно, его надо с пяти лет таблетки, кормить, потому что все равно же это потом в шизофрению превратится. И у него хватит совести говорить о том, что будет потом с пятилетним ребенком. Понимаете, какая штука? И это не совести, и он не жулик, это его система мировоззрения, это система его убеждений. Его так научили. Понимаете, какая штука? А переучиваться ему поздно, да и где он будет работать, если переучиться, как я, например? Ну, где? Понимаете, какая вещь? Так построена система. Единственная надежда, которая остается, она остается, в общем, на самих пациентов, что они хоть как-то поймут, что не может доктор с первой встречи говорить о том, что человек болен навсегда, ему надо пожизненно лечиться. Ну, не может доктор, не понаблюдав, отправить немедленно на госпитализацию, ну, скажем, ну, я понимаю, если человек бульствует, да, ну, человека, находящегося в относительно спокойном состоянии, в социально приемлемом состоянии. Ну, так и происходит, потому что даются устные приказы госпитализировать всех, кто обращается, для установления диагнозов. И это, не боже упаси, никакого вреда вам никто принести не хочет. Все хотят, чтобы не сокращали койки в больницах, чтобы нагрузка врача соответствовала, как бы, норме. А уже психиатрии начинают побаиваться, потому что по ним начинают понимать, что лечат только таблетками. И уже слишком много людей знают английский язык. Понимают, что... И понимают, что... И понимают, что... И понимают, что... Как бы... Дракс, слово, оно во всех англоговорящих странах используется для обозначения как наркотиков, так и психотропных препаратов. Дракс, то ничем больше помочь нельзя, потому что в действительности... Вот я консультирую в центре, который называется «Чувство покоя». Мне просто очень нравится это слово, потому что все же мы об этом мечтаем. Правда? Вот вас нельзя сделать более спокойным, если чувство покоя вас уже вызвано психотропными препаратами. Ну, бесполезно. Никакая реабилитация, психотерапия с этими препаратами невозможно, потому что они делают душу тугоподвижной. И вместе с тем, ну, я же все-таки врач, и я просто хочу сказать, имеют ли они смысл, эти препараты? Да, огромные. И действительно, без них никак нельзя. В ряде случаев. В случаях острых состояний. И, конечно, они должны быть назначаемы на очень короткий срок, до тех пор, пока это острое состояние не пройдет. Вот и все. А так, враг ли я препаратов? Да боже упаси. Просто есть страшные вещи, потому что, понимаете, я хочу, чтобы было понятно одна важнейшая вещь. До инвалидности доводит не психоз, который отшумел, отзвучал препараты. До не юридической инвалидности, фиг с ней с этой бумажкой, а до инвалидности де-факто. Когда дети, точно так же, как наркоманы, вот они принимают психотропные препараты там с 20 лет, даже раньше, с 15 лет до 30. Потом родители берутся за голову и говорят, ох, что-то он не работает, не учится и не интересно ему ничего. А что делать-то? Мы же помрем. Но об этом в тот момент, когда мы, как бы, что-то такое происходит, с сознанием человеческим, с состоянием души, мы об этом не думаем, родители. Мы думаем, побыстрее, как бы, побыстрее вот дать ему таблеток. Оказывается, он становится послушным, но одновременно становится тупым. И ничего не может. И что меня уж совсем бесит, простите, в нынешней православной церкви, так это то, что, как чуть что, сегодня батюшка отправят к психиатру, и даже у него это, ничего не ёкнет в сердце. Понимаете, какая вещь? Он скажет вот это докторам, и всё. Понимаете, какая штука? Пока для человека это удовольствие, а не болезнь. Вы его что будете лечить? От удовольствия? Ну, вы его положите, это возможно. Нужно подключать суд, но всё равно это возможно. И даже просто. Ну, вы его положите. Он через 3-5 дней напишет отказ от лечения и уйдёт. Потому что он считает, что это его удовольствие. И поэтому думать-то мы должны не об этом, а о том, чего же мы всё-таки молодых людей лишили, или чему не научили, из-за того, что они пить начинают, и так далее, и тому подобное. И об этом можно думать, вы знаете? Можно. Просто как бы и методы, ну, как, разговора с такими родственниками, и, в общем, какие-то подходы, всё равно можно поискать. Но это просто тема для отдельного огромного разговора. Как бы, понимаете, вот почему мы говорили только что о том, что не может быть вообще лечение, медицина связано с понятием принудительное? Не может быть. Потому что это в любом случае не лечение, а полицейское заключение. И решать эти вопросы должна полиция. Ну, как бы, вот так, в теории, если говорить. полиция определяет, кто там из них наркоманы, кто не наркоманы, кто социально опасен, кого нужно изолировать, задерживает, начинается ломка или похмельный синдром, туда вызывают врача, он помогает, когда плохо становится. Понимаете, какая-то штука. Так это устроено во всем мире. Это только у нас благодаря Сталину в мозгах каким-то образом сочетается лечение и принудительно. Понимаете? А как? Ну, да, нужно учиться уговаривать. Родственники должны учиться какой-то своей маленькой психотерапии тематической, направленной. А какой смысл? Ну, какой смысл? Да, я считаю, что со мной разговаривает Бог. У меня голос в голове. Я огромное удовольствие от этого испытываю. Ну, вот, на это тоже существует свой критерий. Не хочет человек лечиться, но, видимо, надо. Тоже не в каждом случае можно сказать. Правда? Вот сложные есть моменты. Как бы... И все решается социальный критерий, потому что, если он начинает там выбегать на улицу, нарушать общественный порядок, то подключается полиция. А так, кто его знает? Может, он медитацией занимается, буддистской. Понимаете, какая штука? Или исихазмом. Но тогда, тогда он должен, наверное, принимать какие-то решения и уходить из дома в монастырь. То есть, понимаете, на всякий случай находится свой способ взаимодействия и работы. На всякий. Просто это трудно. А принудительное лечение, само словосочетание, это глупость. Никто никого принудительно ни от чего не вылечил. Да? Как вот эти трудовые лагеря сталинские, массовые, по массовому перевоспитанию инакомыслящих никого от инакомысля не избавили. Понимаете, какая штука? Да, есть люди, которым очень сложно найти подход, есть люди, которым невозможно найти подход. Но с другой стороны, ну что делать? Ну вот, он выбрал свою судьбу этот алкоголик. Он решил остаться маленьким, если хотите. Он не хочет взрослеть. И так бывает очень часто сплошь до и рядом и с теми, кого мы считаем психически больными. А если можно, разницы не будет никакой, потому что если я все пытался объяснить многократно, что вот большая часть депрессии это вещь полезна. не вредная, а полезная. Почему? Потому что если я не чувствую депрессию, у меня нет поводов меняться. Ну, например, я не работаю, живу на средства родителей, мне 40 лет, у меня должна быть депрессия, понимаете? Потому что я живу не так, подсказывает мне что-то бессознательное или сам Господь Бог. А если у меня нет депрессии, например, я ем параллельно антидепрессанты, то у меня все хорошо. Мне ничего не надо, ни работать, ни учиться, потому что надо мне только в том случае, если я переживаю ту или иную реактивную депрессию. есть такая классическая триада, в ней уходит моторная заторможенность, ментальная, мыслительная заторможенность и сама, собственно, плохое настроение. Вот мы сейчас все говорим только о плохом настроении, а на самом деле это не так, потому что в действительности депрессия это всегда чувство вины. Все остальное как не являлось депрессией, так и не является, хотя сейчас назначают антидепрессанты по любому полу. Проблема заключается в том, что если, вот помните, если смешать пьянство и депрессию, то помните Шурика из «Кавказской пленницы», он там пьяненький спрашивает, и что, минарет тоже я развалил? Вот это типичный пример пьяной депрессии. Вот когда я виноват во всем, что со мной происходит, и во всем, что происходит в мире, я лично виноват, когда я беру на себя избыточное чувство вины, вот тогда это депрессия. А когда виноваты родители, украинцы, как бы инакомыслящие, враги народа, то это не депрессия. Что угодно, но не депрессия. Чаще всего истерика, и чаще всего виноваты не эти персонажи, а собственные родители. Как бы, только помните последнее, никто не может изрекать чистой истины, кроме Бога. Поэтому существуют ли те странные психозы, которые во всем мире называются шизофренией? Сейчас уже перестанут называться во всем мире. Ну, в общем, существуют. Просто их будет по мировой классификации примерно 5% от того количества, сколько этот диагноз выставляется у нас. я всегда говорю, что истина распределяется по гауссовой кривой. Вот есть горб того, что говорю я, и есть исключения, которые находятся по краям. Их всегда, там порядка 5-7% этих исключений. Как бы, понимаете, какая штука? На самом деле алкоголизм и большая часть взрослых людей, которые долгие-долгие десятилетия принимают психотропные препараты и живет на пенсию по инвалидности или на шее у родителей, или и то, и другое вместе, это, конечно, катастрофа для страны. Вот. Все.